Путин заявил, что Украина может предложить один товар – русофобию. Кустурица раскритиковал Трампа. Эрдоган заявил, что Германия совершает политическое самоубийство. Президент России Владимир Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар, которым они торгуют. Это русофобия и тема разделения с Россией. Об этом российский лидер отметил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге. У них остался только один товар, которым они успешно торгуют. Это русофобия. И ещё они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. По его словам, кому-то это нравится на Западе. Кто-то считает, что нельзя допустить сближения на какой-либо почве России и Украины. Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но я думаю, что это когда-нибудь закончится. Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее. Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Турции Реджепом Тейпом Эрдоганом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель договорённости о зоне деэскалации в Сирии, достигнутой с Россией и Орданией. Об этом сообщает помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер. Согласно заявлению Макмастера, США также считают приоритетом установления перемирия в зоне деэскалации на юго-западе Сирии. Завтра в полдень по местному времени зона деэскалации на юго-западе Сирии вступит в действие. Такие зоны являются приоритетом для Соединённых Штатов. И мы воодушевлены достигнутым прогрессом, говорится в документе. Также отмечается, что Вашингтон остаётся приверженным борьбе с терроризмом, окончанию конфликтов в Сирии и возвращению людей в свои дома. Соглашение, достигнутое с Россией и Орданией, является важным шагом к достижению этих целей. Отметим, ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон рассчитывает на продолжение дискуссии с Россией и Орданией по поводу перемирия в Сирии. Германия совершает политическое самоубийство, заявил журналистом президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на брифинге по итогам саммита G20. «Нельзя говорить о политических свободах здесь, когда я говорю, что Германия совершает политическое самоубийство. Это именно политическое самоубийство. Это как бумеранг, который вернётся к тому, кто его кидает», отметил Эрдоган, комментируя отказ немецких властей дать возможность турецкому лидеру выступить перед соотечественниками в Гамбурге. Отметим, глава МИД Германии Зигмар Габриэль ранее заявлял, что встреча Эрдогана с проживающими в Германии турками в рамках G20, о которой просил Анкара, противоречит повестке мероприятия. Министр отметил, что Германию не следует вовлекать во внутренние конфликты других стран, а также выступил против плана властей Турции проводить на территории ФРГ предвыборную борьбу. Позднее официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер заявил, что Берлин запретил иностранным государственным деятелям ввести предвыборную агитацию в Германии. Напоминаем, ранее Германии и Нидерланды не дали выступить турецким чиновникам, которые хотели обратиться к соотечественникам перед референдумом о конституционных изменениях в Турции. В ответ на это Эрдоган обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в использовании цитата «методов нацистов». Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью французскому изданию «Джорнал де Диманш» заявил, что с тех пор, как Владимир Путин стал президентом России, сербы начали чувствовать к себе уважение. «Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники его представляют дьяволом. Вранье – это честный человек», – отметил режиссер. Вместе с тем Кустурица весьма резко отозвался о президенте США Дональде Трампе, а также раскритиковал внешнюю политику Франции. «Трамп некомпетентен, он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга», – добавил Кустурица. Также, по его мнению, Франция также, цитата, «не является невинной».